Итак, сегодня я хотел вам коротко рассказать про графический интерфейс пользователя в приложениях на языке Python. Сначала несколько слов про саму идею графического интерфейса пользователя, но она нам широко известна. И когда-то, собственно, идея графического интерфейса пользователя родилась еще задолго до того, как появились хорошие, знакомые нам всем оконные системы. И, пожалуй, самой первой общедоступной библиотекой была библиотека, которая называлась TurboVision. Давайте посмотрим несколько картинок. Давайте хотя бы вот это. Изначально она была написана на языке Pascal, но вот в данном случае вы видите версию для языка C++. И если вы внимательно посмотрите на то, что видно на экране, вот на примере библиотеки TurboVision, то вы увидите, что, в общем-то, все знакомые нам элементы здесь уже были разработаны. Окно диалога, кнопка, окна ввода-вывода, вот окна ввода. В общем-то, все это, даже больше того, вот некоторые псевдографические элементы. То есть, в общем-то, теория графического интерфейса пользователя с тех пор изменилась очень мало. Если она вообще изменилась. И на самом деле речь должна идти вот о чем. А какие вообще библиотеки графического интерфейса у нас существуют в природе? Ну, вот этот вот древний вариант, то есть современные аналоги древнего TurboVision, они тоже существуют. Но мы их не рассматриваем, потому что они, в общем-то, не очень типичны для питона. В питоновских программах такой интерфейс пользователя используются очень легко, если вообще используются когда-нибудь. Все-таки более характерно это применение интерфейса вот в виде привычных нам окон. Ну и надо сказать, что первая, сейчас я вот возьму, первая библиотека, которая давала окна, графические окна, в более или менее приличном нам виде, она родилась на операционной системе Unix и называлась она, она и по сей день, в общем-то, цветет и пахнет, называется она X-Window System. Значит, эта библиотека позволяла создавать все стандартные элементы управления, то есть курсер, окно, обрамление, окна, кнопку и так далее. Но она не содержала дизайна, то есть никакого, от слова совсем. Дизайн она содержала самый примитивный и предполагалось, что дизайн должен делать сам программист. Вот в таких случаях принято в скобочках писать ха-ха три раза. Господа, дело в том, что программист сам в большинстве случаев дизайн сделать не способен. Это существенно разные навыки. Учиться писать программы и делать дизайн нужно совершенно по-разному. И если человек способен делать и то, и другое одновременно, то он, как правило, работает как минимум начальником. То есть это редкое очень явление. Как правило, человек умеет делать все-таки только что-то одно. Поэтому в применении библиотек типа X-Window System всегда возникал, всплывал вот этот вопрос. А как быть с дизайном? Именно по этой причине эта библиотека до относительно недавнего времени оставалась малоизвестной. До тех пор, пока не появился, ну, не то чтобы клон, но аналог этой библиотеки в операционной системе Windows. Я его напишу Windows, который тогда, как в момент своего появления, назывался Windows API. API от слов интерфейс прикладных программ. Значит, Windows API был написан на чистом языке C. Ну, собственно, тогда вот таким образом и родилась система Windows. И здесь уже присутствовали некоторые основы дизайна, сделанные, и программист уже не был вынужден полностью писать все сам. Но все-таки работа с Windows API была чересчур трудоемкой, потому что она даже не пользовалась языком C++, а пользовалась чисто языком C. Так как это крайне неудобно, то очень быстро появилась обертка, которая называлась Microsoft Foundation Classes. Которая, в отличие от Windows API, то есть, по сути дела, это тот же самый Windows API, но рассчитанная на применение языка C++. Таким образом, господа, при тече того пользовательского интерфейса, которым мы пользуемся сейчас, в частности, на языке Python, это система X-Window как основная идея. Ну и, простите, извините, пожалуйста. Ее предшественник этой системы, теоретически, TurboVision. И, с другой стороны, объектно-ориентированная обертка этой системы, называемая первоначально Microsoft Foundation Classes. На самом деле, ни то, ни другое, как я уже говорил, не первая идея подобного рода, но это первая идея, получившая широкую известность. Собственно, начиная с этих пор, упор стал делаться на то, чтобы как сделать так, чтобы программист мог сделать удобный в использовании графический интерфейс. И, ну, чисто теоретически понятно, нужно было взять в команду дизайнера интерфейсов, который все бы нарисовал, программист бы все бы запрограммировал, и было бы нам счастье. Проблема заключается, однако, вот в чем. Дело в том, что в подавляющем большинстве прикладных программ для дизайнера не так уж много работы, чтобы мы могли дизайнера брать в команду. То есть, работы для дизайнера слишком мало. Поэтому возникла идея, а нельзя ли нам выработать некоторый стандарт пользовательского интерфейса, не только на его внешний вид, но и на его структуру и функционал. И сделать так, чтобы программист, даже не будучи дизайнером, мог бы, пользуясь этим инструментарием, создавать стандартные приложения, пользуясь только своими навыками как программист. Первая попытка создать такую систему была предпринята фирмой Борланд и получила название Дельфы. Дельфы представляли собой набор некоторых стандартных компонентов, каждый из которых имел тщательно проработанный дизайн, а также была предусмотрена реализация библиотеки. Господа, прошу прощения, возможно, какая-то техническая проблема. А, нет, ложная тревога. Ложная тревога, все в порядке. Итак, значит, она содержала тщательно проработанный дизайн. Я сейчас не буду вам его показывать, потому что, в общем, наша цель немножко в другом сейчас заключается. Вот. И некоторый набор правил, который позволял бы делать три вещи. Первое. Это простым и дешевым способом делать стандартный дизайн приложения. Выделить... Второе. Это выделить ту часть работы, которую программист сам сделать не может и вынужден приглашать дизайнера. Третье. К существующему набору компонентов добавлять свои собственные. К сожалению, операционная... Ну, не операционная, к сожалению, библиотека Дельфа имела ряд дефектов. В момент появления этой библиотеки никто не думал о том, что некоторые идеи, которые казались тогда хорошими, на самом деле являются плохими. В частности, при программировании на Дельфа интерфейс приложения приходилось не писать буквами, в программе, а рисовать мышкой на экране. Практика показала, что программист, как правило, не может эффективно этого сделать. Программист может нарисовать мышкой на экране только то, что он когда-то раньше уже программировал программу. Создать собственный рисунок он эффективно не может. Поэтому программы, написанные на Дельфа, я не побоюсь этого слова, абсолютно не заслуженно, пользовались репутацией программ с очень неудобным дизайном. На самом деле причина здесь не в Дельфях, а причина здесь в том, что идея, которая была заложена рисовать интерфейс, не писать, а рисовать интерфейс, оказалась идеей плохой. Вторая идея оказалась, то есть дать возможность пользователю создавать свои компоненты интерфейса и пользоваться ими так же, как стандартными, оказалась хорошей идеей, но, к сожалению, реализация ее в Дельфях оказалась нетехнологичной. Дело в том, что встраивать собственную компоненту в графическую среду разработки оказалось слишком сложным, то есть такая среда разработки или проект, пользующийся такой средой разработки, оказался слишком сложным в управлении. Поэтому следующим, я так скажу, следующим этапом развития нашей работы была библиотека, которая получила в свое время название Qt. На самом деле, кроме этих библиотек существовал еще и ряд других. О них я сейчас тоже несколько слов скажу. Но, пожалуй, одна из самых известных библиотек, это библиотека, которая называется VX Widgets. Вот так. Только W, по-моему, все-таки маленькая. Сейчас. Вот так она называлась. VX Widgets. Основной идеей библиотеки VX Widgets была кросс-троформенность. Эта библиотека имела практически те же возможности, что и библиотека МФЦ, то есть была весьма примитивной. Но в отличие от библиотеки МФЦ, была рассчитана не только на Windows. Кстати, тоже рассчитана. А библиотека VX Widgets была кросс-платформенной на уровне исходных текстов. То есть программу, написанную на этой библиотеке, теоретически можно было скомпелить и для Windows, и для Linux, и там для Mac, и так далее. На самом деле вопрос о кросс-платформенности является довольно сложным по целому ряду причин. Но, в принципе, решение, предпринятое в библиотеке VX Widgets, оказалось достаточно таким хорошим, хотя, может быть, и недостаточно доработанным. То есть, как сказать, получается у нас три источника, три составных части. То есть библиотека Q, которая на сегодняшний день является одним из стандартных дефактов для пользовательского интерфейса, с одной стороны, заимствует идею X-Windows X. С другой стороны, она заимствует структуру классов от библиотеки МФЦ. Основной элемент дизайна, основные элементы дизайна от библиотеки Тейп и кросс-платформенность от библиотеки VX Widgets. На самом деле, она имеет еще ряд других особенностей. Но вот, что очень важно, что в Дельфиах сформировалось явочным порядком, не было предусмотрено изначально, но явочным порядком сформировалось, а в библиотеке Q является документированным фактом. А именно разделение всех возможностей на основные возможности и вспомогательные возможности. Я приведу достаточно простой пример. Например, в Дельфиах, ну а след за ним и в библиотеке Qt есть возможность достаточно простым и дешевым способом написать маленький веб-сервер, который будет обслуживать запросы по протоколу HTTP, но точно так же, как там оплача и все прочее. И вот у меня возникает вопрос. А разумно ли будет, если нам и вправду нужен нормальный полноценный сервер, писать его на Дельфиах? И вот здесь ответа нет, не будет это разумно. Почему? Да потому что у нас уже есть хороший набор хороших веб-серверов. Apache, Nginx, там, ну, юридический интернет-информейшн-сервер, да? Ну, тоже сервер, почему бы нет? Вопрос. Если нам нужен веб-сервер, на кой шут нам его писать самим? Не проще ли установить в готов? Ответ. Оказывается, не всегда. Представьте себе ситуацию, когда наше приложение, вообще-то говоря, веб-сервером не является. Но нужно между различными частями нашего приложения, работающими на разных компьютерах, организовать обмен данных. То бишь, возможности веб-сервера для нас являются не основными, а вспомогательными возможностями. В этом случае это стать за собой целый Apache. В общем-то, это, ну, я не знаю, из пушки по воробьям стрелять. Гораздо проще воспользоваться вспомогательной компонентой Delphi, которая обслуживает запросы по протоколу ФТТП, и написать с маленькими урезанными возможностями веб-сервер, который будет выполнять вот узенький-узенький небольшой круг наших задач. Вот граница между основными и вспомогательными возможностями в фут первоначально была проведена явочным порядком. К сожалению, в наше время произошла вещь, которая, в общем-то, следовало ожидать. Дело в том, что библиотека Qt появилась в середине 90-х годов. В середине, ближе к концу 90-х годов. В те времена основным языком программирования для прикладных программ был язык C++. Ну, в 1915-е окончили. Собственно, на этом, ну, по крайней мере, одним из основных. И, собственно, библиотека Qt написана на языке C++. Но, господа, проблема заключается в следующем. Дело в том, что язык C++ унаследовал от языка C принцип построения, который Керниган Ричи назвали чемоданчиком. А именно было такое жесткое стремление включать в язык программирования те и только те возможности, без которых вообще обойтись невозможно. А все, что сверх того, предполагалось, что программист будет программировать сам. В результате этого, например, язык программирования C++ до сих пор, по настоящее время, ни из коробки, то есть ни дизайном самого языка, ни посредством стандартной библиотеки не поддерживает корректно, например, Unicode. То есть он считает символы восьмиразрядными. Всякие типы данных, которые были призваны изначально обеспечить такую поддержку в языке C++, опять же, они не воскликли. Поэтому количество таких проблем в языке C++ очень велико. Поэтому библиотека Q пошла по пути развития, по которой в ней включались в состав библиотеки возможности собственного интерфейса пользователя, а также те возможности, которые по-хорошему должны бы быть в языке прикладного программирования, но в C++ их не было. В частности, отсюда появился тип данных, который назывался Q-стринг, текстовая строка, поддерживающая Unicode, то есть универсальная текстовая строка. В частности, отсюда появился тип данных Q-list, список, ну и много чего еще другого. Надо сказать, что структура эта частично была заимствована из гельфии, но на самом деле она уже довольно широко развелась сама по себе. Поэтому я бы сейчас разделил все возможности библиотеки Q. Да, господа, про возможности эти чуть сейчас попозже. Сейчас нас интересует вот что. Нас-то ведь интересует конкретно язык Python. Вот мы об этом наконец-то вспомним. Вообще-то, если речь идет о графике... Давайте сейчас мы поговорим сначала про графический интерфейс на языке Python. Вообще, а потом про то, чему будет посвящен курс, вот о котором сейчас идет речь. Итак, господа, графический интерфейс на языке Python в силу исторически сложившихся причин делается тремя способами. Ну, несколькими способами. Во-первых, в составе, в комплекте проставки языка Python есть библиотека TCL-TK. Ну, это историческое название, а вообще-то соответствующая библиотека называется TK-Inter. Она так называется потому, что она первоначально была написана на языке TCL-TK. Вот. А сейчас вот эта библиотека TK-Inter имеет привязку к Python. Друзья, господа, вообще Python не имеет собственных средств графического интерфейса. Все средства графического интерфейса, применяемые на Python, представляют собой так называемые библиотеки привязки. То есть изначально эти средства были написаны на каком-либо другом языке. Ну, в данном случае это язык TCL-TK. А на Python был написан специальный кусочек, специальное дополнение к интерпретатору, которое позволяет простым и прозрачным способом из Python вызвать эти библиотеки и пользоваться их. По возможности точно так же, как бы пользовались ими в оригинале. Но, разумеется, здесь ключевое слово по возможности, потому что, ну и по целесообразности, потому что пользоваться этими библиотеками всегда так же, как мы ими пользовались в оригинале, не всегда целесообразно. Ну, тем не менее, давайте посмотрим, с чем же мы имеем дело. Во-вторых, к Python, разумеется, есть привязка библиотеки VX Widgets. Привязка с Python в библиотеке VX Widgets не имеет никаких особенностей, используется так же, как и обычные VX Widgets, в общем-то, без всяких там прибабах. Что касается TCL-TK и в библиотеке TK-Inter, соответственно. Значит, господа, на самом деле эта библиотека остается в комплекте поставки Python, главным образом по старой памяти. В общем-то, она давно изжила себя, по крайней мере, в применительных Python. Тем не менее, ввиду того, что она присутствует в Python и в комплекте поставки, мы можем гарантировать, что там, где есть Python, там есть и TK-Inter. В ситуациях, когда нам необходим какой-то очень-очень примитивный интерфейс пользователя, мы можем таки воспользоваться библиотекой TK-Inter. Но пользуемся мы исключительно тогда, когда интерфейс пользователя, нужный нам, является чрезвычайно-чрезвычайно примитивным. Для каких-либо серьезных целей эта библиотека мало пригод. Ну, потому что прошло время, она уже давно идеологически не развивается, она имеет вид, ну, я не знаю, там. Пользоваться этой библиотекой, это примерно все равно, что на заборе, когда написаны и тексты писать. Значит, далее. В Python, ну, это тема совершенно отдельного разговора, Python имеет привязку к классической библиотеке трехмерной графики, называемой OpenGL. Но работа с OpenGL не относится, вот, господа, хотел бы обратить ваше внимание, работа с библиотекой OpenGL к теме интерфейса пользователя не относится. Она относится к теме программирования компьютерных игр, визуализации данных, моделирования и так далее. А к теме интерфейса пользователя не относится, хотя, действительно, на базе этой библиотеки можно делать интерфейс пользователя. А поэтому разговор о библиотеке OpenGL мы оставляем за скобками, хотя он остается актуальным, но это будет тема другого семинара. И, собственно, то, о чем я говорю сейчас. Это библиотека Qt. В наше время существует привязка библиотеки Qt к Python. Текущая ее версия называется PyQt 5, вот так. Значит, выпускается она фирмой Riverbank. Вот, собственно, я вам покажу вот это сайт оригинального Qt, это самой Qt. А вот это вот сайт о привязке Qt к Python. То есть, библиотеке PyQt. И вот теперь нам здесь с вами важно понять, какие преимущества Qt мы получаем, используя библиотеку PyQt 5 в Python. И какие преимущества мы получаем по сравнению с Qt, используя PyQt. Что также является немаловажным моментом. Господа, сразу оговорюсь, что я выношу за скобки разговор о недостатках использования Qt не в оригинале, а в виде PyQt. Само собой разумеется, что помимо достоинств есть, конечно, недостатки. Я назову только два из них, самых очевидных. Первое, это то, что Python является языком все же интерпретируемым. И библиотека PyQt, она, конечно же, работает при прочих равных условиях несколько медленнее, чем оригинальный Qt на C++. Однако, господа, хочу обратить внимание на вот эту важнейшую оговорку. При прочих равных условиях. На самом деле, с учетом того, что мы в ряде случаев пользуемся языком Python, прочих равных условий у нас бывает редко. Поэтому замедление PyQt по сравнению с просто Qt, это вопрос не столь очевидный, как это кажется. То есть мы, в общем-то, должны ожидать, что он работает медленнее. Но вот будет ли она работать вместе медленнее в действительности, это очень большой вопрос. И как минимум это далеко не факт. Почему это так? Почему это далеко не факт? Это мы с вами разберем уже на курс. И второй недостаток библиотеки PyQt по сравнению с Qt заключается в том, что все же, ну, конечно же, PyQt немножечко отстает в развитии от Qt, и, конечно же, существуют возможности Qt, которые PyQt не поддерживают. Но это второстепенные вспомогательные возможности, и далеко не факт, что если они нам потребуются, мы будем пользоваться именно Qt для их реализации. В частности, например, если повторять тот же самый пример с веб-сервером, да, HTTP, но, правда, PyQt поддерживает Qt-шный HTTP сервер, но вряд ли мы с вами захотим им пользоваться. Дело в том, что аналогичные возможности есть и в самом Python. Вот. И вероятнее всего, раз уж мы пишем приложение на Python, мы, например, захотим воспользоваться скорее возможностями в библиотеке Python, чем в библиотеке Qt. Особенно это проявляется в ситуации, когда мы хотим выполнить подключение к базе данных. Господа, библиотеки средства подключения к базе данных языка Python, да, то есть питоновские библиотеки доступа к базе данных, в большинстве своем работают значительно удобнее и значительно эффективнее, чем в библиотеке Qt. Поэтому здесь мы получаем достаточно серьезный выигрыш как в производительности, так и в возможности. Следующая важная возможность, которую мы получаем, это воспользоваться родным питоновским... Ну, Qt, давайте так я скажу. Qt изначально пользуется для взаимодействия между объектами механизмом сигнал-слот, да, сигнал-слот. Сигналом называется сообщение, которое один объект посылает другому, а слотом называется функция, которая на это сообщение реагирует. Так вот, господа, хотя обсуждая язык Python, мы с вами о механизме сигнал-слот никогда не говорили, да, то есть не произносили такого слова в словах, однако в самой структуре интерпретатора Python механизм сигнал-слот присутствует. Я сейчас буквально напишу пару строчек на Python, и вы легко поймете, что в Python этот механизм не требует отдельной реализации. Вот посмотрите, например. Ну, давайте я напишу хотя бы. Ну, в новом файле. Вот если у меня имеется класс то, смотрите, для того, чтобы создать в этом классе сигнал, простишь, я сразу скажу, что способ, который я вам сейчас покажу, является, конечно же, неполноценным, конечно же, не все наши пожелания он учитывает, но, по крайней мере, это то, с чего можно начать. Я могу сделать, например, следующий фокус. А затем написать функцию. Например, такую. Ну, я опускаю здесь импорты. Импорт впишем, какие надо. Ой, извиняюсь. А дальше написать, например, следующее. Вот у меня экземпляр моего класса. А вот у меня экземпляр какого-то другого класса. А дальше я делаю привязку сигнала со слотом следующим образом. Ну, только давайте все-таки сделаем более аккуратно. Ну, зато, конечно, все специалисты. Ну, здесь видно, что бурки здесь. А дальше я пишу так. То есть, видите, да, я связал с сигналом экземпляра X функцию, принадлежащую экземпляру класса Y. Если я теперь напишу X emit сигнал, да, у меня, как вы видите, как легко отсюда видеть, будет вызвана функция F-function, принадлежащая экземпляру Y. Вот это просто такой простой пример. Но на самом деле понятно. Игорь, про использование питона для 3DX Max мы об этом семинаре, если я и скажу, то очень вскользь. Почему? Дело в том, что использование питона для пакетов типа 3D Max, Blender и ряда других относятся не к разделу графический интерфейс пользователя, относятся к разделу написания скриптов на языке питона. На данный момент у нас по этому вопросу специального курса нет, но мы можем рассмотреть, чтобы он был. Единственное, что, если этот вопрос будет кто-то делать, этот курс, то его буду делать не я, а специалисты по 3DX Max. Потому что я, к сожалению, с пакетом 3DX Max работать не очень хорошо умею. Но, тем не менее, если в таком курсе есть потребность, мы рассмотрим, чтобы он был у нас. Что касается имен переменных, нет, в базовых курсах питона ничего об этом нету, потому что базовые курсы питона предназначены не для написания скриптов на питоне, а для программирования на питоне. Это все-таки немножко разные. Значит, Андрей, по поводу имен переменных. Не, ну как, сейчас, извините, Андрей, сейчас я скажу. Игорь, ну как нету? Собственно, написание скриптов на питоне и программирование на питоне отличаются очень мало друг от друга. Поэтому я не знаю, как считать. Есть, нету. Нет, значит, смотрите. Для написания, если вы хотите писать на питоне скрипты, например, для 3DX Max, то базовые курсы, владение базовыми курсами питона является просто обязательным. Не то, что пригодятся, а просто являются обязательными. Невозможно писать скрипты на питоне, не владея материалами этих курсов. Другое дело, что тут, да, синтаксис тот же, все тот же. И когда вы изучаете написание скриптов на питоне, жестко предполагается, что просто программировать на питоне вы уже умеете. Вам не будут там рассказывать, какой синтаксис у питона. Вам просто скажут, для того, чтобы воспользоваться таким-то объектом, надо написать тот и тот. Все. Точка. Вызвать такую-то функцию, такого-то экземпляра. То есть при написании скриптов на питоне язык питон изучаться не будет точно. Предполагается, что язык питон уже знаете. Предполагается, что язык питон уже знает. Это, собственно, и вся соль ситуации. Что питон является языком общего назначения, написание и использование его для написания скриптов это частности, и вообще потом частности. По поводу имен переменных. Как даются имена переменных, мы подробно разбираем в курсах на питоне. Пространство имен к данной ситуации никакого отношения не имеет. Я даю имена переменных стандартными для данной ситуации. То есть это внутренняя переменная экземпляра. MySignal, внутренняя переменная экземпляра класса MyClass. То есть никаких особенностей в именах у меня нет, и никакого особенного стиля у меня тоже нет. Ну, то есть не то, что нет, а в данном случае я его не использую. Так вот, господа, обратите, пожалуйста, внимание, что механизм сигнал-слот, ну, да, конечно, в зачаточном состоянии, но, тем не менее, он уже реализован в самом питоне. Обратите также внимание, что механизм сигнал-слот, то есть какой слот, на какой сигнал отвечает, этот факт неизвестен и не может нам быть известен во время компиляции программы. Какой сигнал, какой слот отвечает на какой сигнал, этот факт становится нам известным только во время исполнения программы. И вот тогда возникает вопрос, а как же мы пользуемся этим механизмом на языке C++? Ведь язык C++-то компилируемый. Фигня получается на постном масле. А ответ, господа, очень простой. Библиотека Qt специально для таких целей содержит в своем составе маленький интерпретатор. На самом деле, механизм сигнал-слот, на котором базируется библиотека Qt, работает в режиме интерпретации. Когда мы пользуемся привязкой библиотеки Qt к языку Python, у нас есть выбор. Мы можем пользоваться с вами механизмом сигнал-слот, заложенным в саму библиотеку Qt, а можем пользоваться питоновским вариантом этого же механизма. Питоновский вариант механизма сигнал-слот, который реализован специально для библиотеки по Qt на питоне, является значительно более гибким, чем оригинальный механизм библиотеки по Qt. Значительно более гибким. Поэтому и интерфейс, получается написанный, программа, реализующая тот же интерфейс, получается значительно компактнее. А стало быть, и значительно менее подвержена ошибка. Это во-первых. Во-вторых, то же самое я могу сказать про систему свойств библиотеки Qt. Свойства, property, механизм тоже являющийся, по сути дела, интерпретатором. Свойства в режиме компиляции работают всегда ограниченными, но с ограниченными возможностями. Поэтому для реализации механизма свойств в библиотеке Qt тоже встроен маленький интерпретатор. Мы же на питоне можем воспользоваться как кутешным механизмом, так и его питоновским вариантом, реализованным уже чисто на питоне. Опять-таки могу сказать здесь то же самое. Питоновский вариант свойств property Qt является гораздо более гибким, чем родной кутеш. Стало быть, в питоне мы можем не так, как в Qt, использовать только особо выделенные функции в качестве слотов. А в питоне слотом является вообще любая функция, используемая в языке. Иногда, правда, нам приходится считаться, что Qt в оригинале написано на C++. Соответственно, иногда там некоторые такие ушки C++ торчат местами, но несмотря на это, все равно, используя Qt именно в питоновском варианте, мы получаем ряд серьезных преимуществ. Кстати, не менее важным, но весьма важным преимуществом является тот факт, что результат, полученный нами, является гораздо более переносимым и гораздо более переносимым и портабельным, чем оригинальный C++. В частности, перенос системы, перенос библиотеки PyQt, например, с Windows на Linux и обратно, делается гораздо проще, чем перенос оригинального Qt. Но приложение, написанное на оригинальном Qt. По многим причинам, я сейчас не буду их перечислять, но это делается на порядок проще. Ну, давайте напоследок я сделаю одну такую простую вещь. Вот я вам приготовил здесь, установил здесь библиотеку PyQt в ее питоновском варианте. Давайте я сейчас быстренько, не отходя от кассы, нарисую вам буквально за несколько строчек коротенькое приложение, которое покажет нам окошко на экране. Вы увидите, как это выглядит на питоне. Вот давайте я сначала проделаю эту процедуру на Windows. Вот я создаю папку. Ну, давайте я создам проект, как обычно. Ну, вот Word это моя папка. Вот, ой, извините. Вот какой-то вредитель включил русские буквы по умолчанию на компьютере программиста. А может не вредитель, может шипы. Ну, давайте я ее назову Qt минус тест. Вот так. И создам простейшее приложение. Ну, в данном случае я создам примитивный файл. Ну, давайте так. Я создам все-таки не совсем примитивный файл, а я создам заготовку для полноценного приложения, которая дальше будет развиваться уже в полноценное приложение. Все-таки примитивные примеры, примитивными примерами мы сыты по вору. Вот посмотрите, пожалуйста, как это можно сделать. Вот это у нас будет головная программа. Давайте я сразу тут впишу. Ну, а дальше мы идем по накатанной дорожке, в общем-то по структуре, которую я вам расскажу уже на курсах. Создаем объект, головной объект приложения и главное окно приложения. Вот. Воспользуемся еретическим копипастом для этой цели. Сохранить как? Головной объект приложения. Выглядеть это будет так. From PyQ5 Import Qt Widgets. Вот это модуль, который отвечает за стандартный оконный интерфейс. Он называется Qt Widgets. А теперь создаем класс приложения. Он у нас будет выглядеть как-то так. Обратите внимание, что я нарочно сейчас пользуюсь примитивным текстовым редактором. И если вы обратите внимание, я делаю все чисто стандартным питоновским способом без всяких изменений. То есть точно так же, как я в питоне создал бы производный класс, я точно так же поступаю и сейчас. Главное, это головной объект приложения. В простейшем случае он выглядит вот так. Ну, собственно, рождается он всегда в таком виде. Теперь главное окно приложения. Ну, первые две строчки. Я опять копипаст, но даже первые три. Потому что мне опять потребуется класс Qt Widgets. Вернее, не класс, а модуль Qt Widgets. Вот. И выглядит это будет опять же стандартным питоновским способом. Ну, каждому объекту в библиотеке Qt мы задаем объект владелец, по умолчанию никто. Вот. Ой, двоеточие, это я зачем вписал? А, все верно, господа, извините. Это я, называется, язык бежит впереди паровоза. Конечно же, писать надо вот так. Вот это стандартная заготовка для главного окна. Ну, а теперь давайте это все соберем вместе и запустим. Для этого я должен буду написать здесь так. Приложение. А еще мне понадобится модуль sys, да? Чтобы параметры командной строки обработать. Библиотека Qt частично сама обрабатывает параметры командной строки. Поэтому ей нужен вот этот список артвы. Приложение. Главное окно. Показываем главное окно. Запускаем приложение. Ну, только единственное что, чтобы у нас было все аккуратно. Результат функции апокзак, ну, это, конечно, в качестве возвращаемого значения. Вот, господа, мы видим с вами заготовку типичного приложения на библиотеке PyQt. Вот сколько я потратил времени на то, чтобы ее нарисовать. Она не всегда, конечно, выглядит буквально так, но вот это вот всегда такая, ну, базовая заготовка. Давайте попробуем запустить. Я запустить ее попытаюсь из командной строки. Вот, надеюсь, что сейчас она запустится. Ну, естественно, как всегда, но при первом запуске немножечко в питоне подтормаживает. А, сейчас, секунду, я что-то не понял. А, господа, извиняюсь. Оно вовсе не подтормаживает, у меня просто два монитора, и запустилась она не на том мониторе. Вот, пожалуйста, мы можем с вами видеть уже окно, которое теперь мы можем начать наполнять содержимое. Добавить сюда меню, панели инструментов, содержимое и так далее. Вот этот же текст без всяких изменений может быть перенесен на Linux и выполнен там точно так же. Ну, собственно, на курсах мы будем с вами разбирать, как строится приложение на библиотеке Qt, как сделать интерфейс простой, как сделать интерфейс посложнее. При этом, господа, один важный момент. Мы с вами будем исходить из того, что везде, где это возможно, где это целесообразно, мы будем пользоваться не возможностями библиотеки Qt, а возможностями языка Python. Например, текстовые строки мы будем задавать средствами языка Python. Например, обращение к базе данных мы будем делать средствами из библиотеки языка Python. Например, строить графики и диаграммы мы будем не посредством возможности библиотеки Qt, а посредством возможности библиотеки Matplotlib, которая является стандартным для Python в этом отношении. Это дает нам возможность при прохождении этого курса опираться на материал, который был изучен уже раньше. И тем самым, в общем-то, достаточно просто разобрать, как же делается собственный интерфейс. Посмотреть, какие особенности есть у этих программ. Кстати, между прочим, особенностей программ с графическим интерфейсом пользователя у питоновских программ на порядок меньше, чем особенности у аналогичных программ, написанных на C++. То есть, по сути дела, на питоне можно, но, правда, это не всегда хорошая идея, но, по крайней мере, это возможно, взять программу и прикрутить к ней графический интерфейс. Хорошая ли это идея, это следующий вопрос. То есть, на самом деле, как правило, эта идея не очевидна. Но в аналогичной программе, написанной на C++, ответ был бы нет. Это невозможно. Для того, чтобы прикрутить к программе графический интерфейс, программу пришлось бы существенно переписывать. А мы сами понимаем, что бывают случаи, когда графический интерфейс надо прикрутить, что называется, вот прямо сейчас. И времени на переписывание программы у нас нет. И в этом смысле питон, конечно же, дает нам очень серьезные преимущества. Пожалуй, это то, что я хотел бы вам сказать по этой части. Наверное, по части питона, библиотеки кьют и графического интерфейса. Ну, собственно, все, что я скажу дальше, я скажу уже на курс. Господа, я рассказ свой сейчас закончу. Приглашаю вас на наши курсы, посвященные питону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!